Всем привет, дорогие зрители! Новый выпуск по Клэша Яли. Мы продолжаем рубрику Грандов на 12 побед. И сегодня у нас очередная колода, которой пройдено испытание со счетом 12-1. Новая интересная дека. Если ты, мой друг, случайно наткнулся на мой канал или на это видео, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, потому что я веду рубрику эту постоянно и не только эту. И у меня есть в предыдущем выпуске, как пройти большие испытания на 12 побед с разными колодами. Поэтому, если тебе интересно, то можешь заценить мои предыдущие выпуски. И прежде чем мы перейдем к колоде, ребят, я вас хочу также попросить поставить лайк. И сегодня еще, не знаю, когда вы смотрите это видео, но сегодня еще выйдет ролик тоже про испытания только с комментариями Кристалла. Кто не в курсе, Кристалл это очень популярный топ игрок в СНГ. И будут его комментарии, он расскажет про свою колоду и там тоже 12 побед в Гранде. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. И теперь переходим к колоде. Ребята, вы эту деку 100% ни у кого не видели, потому что она, во-первых, авторская и нестандартная. Дека Лава Шар, окей, все понятно, но она нестандартная. И давайте сразу пройдемся по плюсам и минусам этой колоды. Минус этой деки в том, что, блин, очень дорогая дека. 4 и 8 эликсира. Это дека с големом практически, да? Но это Лава Шар. Значит, это минус. Также минус в том, что здесь как бы мы без сборщика, но очень нам будет трудно делать свои атаки. А против спеллбейта будет очень трудно, ну, реально трудно будет ставить сборщики. Надо как-то будет байтить на ракету и потом ставить сборщики эликсира. Иначе будет реально очень сложно. Плюсы этой колоды. Ну, плюсы колоды это, конечно, то, что хорошая пуш-атака, хорошая комбинация Лава Шар, 2 вида Мух и можно сделать 2 комбо. Лава плюс Орда Мух 3 миньона, неважно, по одной стороне. А Рыцарь плюс Харик, противоположной стороны. Плюс у нас есть ракета, которая тоже очень много наносит урона. Ну, в общем, давайте сейчас перейдем к повторам. Я напомню, что испытания проходил не я, мне их часто фармят. Я рад записывать такую рубрику, мне самому интересно. И это что-то новенькое, серьезно. Я у него спросил, почему именно эта дека, почему именно Лава плюс Ракета? Ну, в общем, пытался мне он объяснить, я все равно не понимаю. Давайте просто посмотрим повторы. Первого противника, который я хочу вам показать, это последний бой на 12-ю победу. И как раз очень интересно будет посмотреть, потому что, во-первых, противник с рекордом 5.800. Даже практически 5.900. 5.853 я округлил. И это Spellbait. Собственно, что он говорил, это, ну, не то чтобы контра, но будет сложно. Потому что сборщик нам нельзя поставить. А, ну, в смысле, нельзя. Просто если мы будем его ставить, ракеты будут нам постоянно его уничтожать. А без сборщика, блин, он сказал, будет трудно играть. Сборщик 100% нужно постоянно ставить до время двойного эликсира. Только потом пушить. Ну, как видим, сейчас у нас в цикле сборщика нет. Следующая карта. Давайте смотреть, что будет. Готовится Лава. Окей. Так, выпустили мы Лаву. Принцесса с правой стороны. То, о чем я говорил, что можно делать две комбинации. И мы выбрасываем рыцаря справа, но нам, к сожалению, нечем продолжить атаку справа. Выбрасывается банда гоблинов. Рыцарь, в принципе, там, ну, должен остановить. А нет. Еще подкинули рыцаря. Противник подкинул рыцаря. Поэтому приходится дефать эту всю связку. Ну, и была выпущена... Поставил он Инферно на Лаву. В принципе, атака не получилась. Но и мы пока держимся. Окей. У нас есть сборщик. Мы сейчас его готовим. И так получилось, что по эликсиру мы на несколько капель... Не, на одну. Ну, на полторы где-то капли в плюсе, да? Так, где-то так. Ставим сборщик. Ну, естественно. Естественно, противник будет выбрасывать ракету. Ну, и тут у меня реально уже интересно. Как же мы здесь выиграем? На самом деле, связка нестандартная. Потому что Лава в основном с такими сполами... Ну, стрелы окей. Но ракета очень редко встречается. И мне кажется, что молния будет получше. Но испытание было сделано на 12 побед. Поэтому я вам эту колоду демонстрирую. Стрелы были на гоблинскую бочку. Плюс мы слили трех миньонов. По эликсиру, как видим, противник в небольшом плюсе. Рыцарь плюс банда гоблина. Мы выбрасываем своего рыцаря. И орду, целую орду миньонов тратим. Чтобы задефать это все. Окей. По эликсиру мы сейчас проигрываем значительно. Выбрасывает противник принцессу. И смотрим, что будет дальше. Пока урон мы вообще не наносим. Пока мы только дефаемся. Сразу ставим сборщик. И у нас вообще эликсира нету. Смотрите. И нам еще надо задефать принцессу. То есть мы просели очень жестко. У противника есть эликсира. А у нас всего лишь два. Гоблинская бочка. И тут время двеного эликсира. Нам хватает элика на стрелы. Мы их выбрасываем. Ну и сейчас, наверное, начнется жаришка. Потому что на двойном эликсире получаются пуш-атаки. Итак, рыцарь на банду гоблинов. И артам миньонов. Блин, я не могу на это смотреть. Это так дорого. Блин, я бы... Не знаю. Как он здесь выиграл? Это же победа, правильно? Вроде бы да. Лава была выброшена так, чтобы принцесса сагрилась не на вышку. Три миньончика. Хорошо. И готовится шарик. Блин, у нас 1400 хитпоинтов на башне. То есть, грубо говоря, мы весь бой просто дефались. И смотрите, ставится сборщик. И все равно его не дают... Ну, точнее, ставится, да, и сразу же ракета на него. Хотя, казалось бы, осталось каких-то там 15 секунд, и все. Можно как бы уже добивать вышку. Хотя, там еще 1400 хитпоинтов нужно добить успеть. Смотрите. Рыцарь без лавы, шар и миньоны. Без лавы, заметьте. И никак не контрятся гоблины. Смотрите, стрелы наперед. Ну, это просто... Ну, это просто фиаско для противника. Я не знаю. Я бы так не смог. Серьезно. Вы видели концовку поединка этого? Лава? Ой, шарик, рыцарь и орда миньонов не контрил он бочку. Хотя я бы кинул стрелы на бочку. А стрелы наперед. И это реально, это феноменально. Круто. Мне понравилось. Ну, сложно. Я соглашусь. Сложно против спалбай. Это очень сложно. Давайте еще какой-то повтор посмотрим. Вот я хочу против кладбища посмотреть, так как сейчас кладбище очень сильная популярная карта. И она встречается в испытаниях довольно часто. И, естественно, нам будет интересно, как ее нужно контрить. У нас в цикле есть сразу же сборщик. Мы его ставим. У противника мега рыцарь, ледяный голем, ночная ведьма. Кладбище пользуем. Я насчет контра, не контра, не разбираюсь. Я с лавой вообще редко играю. Поэтому, только у контра, честно, хз. Но у нас два вида мышей. Я думаю, хотя мыши контрятся поизоном. Рыцарь. Рыцарь, в принципе, еще на кладбище неплохо. Хотя рыцарь будет, по большей части, мне кажется, на меганайта. Ладно, в общем, что я тут гадаю. Давайте смотреть. И начало поединка уже меня не радует. 1300 хитпоинтов у нас осталось на вышке. Много урона пропустили. Но у нас стоит сборщик. По эликсиру мы чуть-чуть будем в плюсе скоро. Плюс у нас летит лава. Панда гоблинов. Сейчас будет рыцарь 100%. Нет. А, как-то поздно рыцарь. Да, одного гоблина мы пропустили вроде бы. И тут выбрасывается меганайт. Окей. Три миньона. Плюс шарик там за лавой летит. И противнику нечем дефать. У него только ночная ведьма. И это снос вышки. Посмотрим, как у нас сейчас будет с левой стороны. Но у нас тоже как бы там не торт. Осталось 128 хитпоинтов, да, грубо говоря. То есть один поизон. Но у нас хотя бы сборщик стоит. У нас есть преимущество в этом. И сейчас спустя 30 секунд будет время двойного эликсира. И я думаю, что против... И, кстати, тут на трешку даже будет легко забрать. 1900 хп. Сейчас сносим одну вышку и резко приходим на вторую. Ну, хотя я вот сейчас смотрю уже на колоды, да, противника и нашу. И я уже определил, что мы ему немного контра. Даже не так. Ему трудно нас контрить. У него воздух дефает. Только банда гоблинов. Хотя, ну как? Она будет там три гоблина каких-то. Что там? Это несерьезно. И плюс ночная ведьма, которая спавнит летучих мышей. И вроде бы как все, да. Я больше не вижу воздуха. Они... Ну, поизон. Поизон еще, да. Но все равно лаву как-то еще уничтожить надо. А поизон лаву будет долго уничтожать. Это разве что на миньончиков поизон, да. На щенков лавы. А так, в принципе, теперь я понимаю, почему ему было трудно. Противнику. Противнику трудно было нас задефать. Он весь эликсир тратил на деф. И как видим, у него на кладбище не хватило просто поизона. И поэтому... Блин, он не кинул его на вышку. И миньонами задефали. Плюс шарик был слева. И мы снесли на трешечку. Ну, окей. Я уже объяснил, что противнику реально было нечем контрить лаву. У него только банда гоблинов и ночная ведьма. Но согласитесь, это нереально трудно контрить. У нас стрелы кинуло, и все. И как бы лаву ничего не дефает. Так. Какой бы еще повтор посмотреть? Ну, вот еще одно кладбище, кстати. Тут уже побольше дефа. Тут и громовержец есть. Можно еще посмотреть повтор против спеллбета. Но тут противник слабенький. Слабенький, да. Ну, давайте посмотрим вот еще про... Один повтор про кладбище. Точнее, не про кладбище, а против. Против кладбище. Потому что, опять же, повторюсь, что оно встречается очень часто. Итак, у нас есть в цикле сборщик. И сейчас, я так понимаю, мы его будем ставить. Окей. Ставим сборщик. У противника гигант плюс кладбище. И он пользуется моментом, сразу же идет в атаку. Гигант плюс ночная ведьма. Мы выбрасываем орду миньонов. Благо, у противника не было стрел. Так бы, если он кинул стрелы, то... Это минус вышка прям 100% была бы. Там нечем было задефать. Ну, были еще три миньона. Рыцарь. Но он пока эликсир бы накопил, это уже сразу бы снесли вышку. И тем более, смотрите, миньоны не были задефаны. Ну, их не законтрили. И нам оставили, тем не менее, 1400 хитпоинтов. То есть, все равно урон пропустил. Выбрасываем лаву. Хорошо. Летучие мыши готовятся, которых мы реально задефаем. Вот, все равно, знаете, на летучих мышей тратить стрелы как-то... Ну, не ок, что ли. Плюс громовержец. И стрелы не бросаются. А, вот, только сейчас кинули стрелы. И шарик долетает к вышке. Слушайте, а я вот заметил, что реально у соперников очень мало дефа воздуха. Никто, может, не ожидает увидеть лаву шар или как. Просто сейчас все сконцентрировались на наземных юнитах. Да, Меганайт, Пека сейчас у всех. То есть, за лаву все забыли. Может, это сейчас как бы... Можно этим воспользоваться. Все перешли на кладбище, да, на поезон. Ну, конечно, это, возможно, единичный случай. Есть же еще и три мушкетера, которые нас также дефают. Но надо еще посмотреть, как их контрить. Потому что... Я думаю, что ракету на двух мушкетеров, да. А потом, которую... И идет один мушкетер. Ту комбинацию с той стороны нужно дефать. Ну, в общем, это нужно смотреть. На словах как бы все понятно. А на практике все совсем по-другому. Тут стрелы будут. Отлично. Ну, и, в принципе, снова задефались. Немножко пропустили урон от Громовежса. Но не критично. Итак, время 2 новой эликсира. У нас стоит сборщик. Но, опять же, нам везет... Опять... Еще один сборщик? Ну, да. Мне, в принципе, бустер говорил, что... Я попросил его. Скажи пару советов. Пару слов про колоду. Он говорит. Это сборщики. Это козырь. Козырь это колоды. Если сборщики не ставит, то будет кобздец. Поэтому, ребят, лишний раз сборщик не бойтесь ставить. Потому что это очень важно. И сборщик тут решает. Потому что... Ух ты, блин. Как мы пропустили-то много, а? Я пока тут комментировал. Мы справа как-то кладбище пропустили. Окей. Вот это уже интересно. Интрига. Итак, смотрите. Теперь с левой стороны он решает пушить. Мы выбрасываем орду миньонов. И на поезон не хватает. А мы уже... Ну, там, половину кладбища задефали, да? Да-да-да. Ну, и все. И поезон как бы там вообще не в тему уже был в конце. И шарик долетает к вышке. Естественно, его сносит. Но он уже не успеет снести правую и левую башню кладбищем. Но шансы у него были неплохие. Да, игра хорошая. Согласен. Блин. В конце, конечно, так заставили нас немножко понервничать. В общем, ребят, вы поняли, да? Что сборщик здесь очень важная карта. И 4-8 эликсира, я думаю, вы и сами понимаете. Но опять же таки, я вам не навязываю эту колоду. Я как бы вам просто демонстрирую, что с этой декой сделали 12 побед. И можно заменить там, допустим, рыцаря на шахтер. Допустим, фаербол, ракету, фаербол на ракету, либо на поезд, либо на молнию. Спорщик на надгробе. Я не знаю, что вы пожелаете, то и ставьте в эту колоду. То есть, на что хватит фантазии. Я показываю конкретную связку, которую бустер составил и который сделал 12 побед. Ну и давайте теперь откроем сундучок. Ребята, должна уже быть лего. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы мне сейчас выпала легендарочка. Ну что, поехали открывать. Так, золото, рыцарь, хорошо, королевский гигант, надгробик. Рарки, командки, все у меня фул. Поэтому, о, летучка, летучка, только не фул. Это новая карта, в принципе, понятно почему. Так, дайте эпических карт. Так, много было рарок, много было командок. Если сейчас выпадет эпическая карта, то будет лего. Итак, лайк на удачу и... Блин, ну блин. Ладно, окей. Я бы с эпиков хочу либо вышибалу. Потому что вышибалу на 8 уровень прокачиваю. Либо голема, либо шарик. Ну, что-то хорошее хотя бы. Ну, только не темный принц, блин. Хотя темный принц тоже нормальная карта, но я им не пользуюсь и не умею играть. В общем, ребятки. Сундук, конечно, так себе был. Но суть была не в открытии сундуков, да, ролика. А в том, что продемонстрировать вам, как катать гранды, какими колодами. Да и вообще, возможно, эта дека и в глобал вас зайдет. Но, честно, я не в восторге от колоды. Мне кажется, она не самая легкая, которую я показывал дека. Но все равно, я думаю, вам еще покажу много разнообразных колод. Ну, этой же декой можно тащить. Я вам продемонстрировал. Ну, все зависит, конечно, от вашего скилла. В общем, ребят, если вы хотите еще больше колод, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите мои новые ролики. На этом я буду с вами прощаться. Желаю вам удачи, хорошего, ребят, вам настроения. До новых встреч. И всем, ребятки, пока.